Всем привет, мои дорогие бьюти-голики! Это будет видео про самое лучшее из бренда Evelyn. Это очень бюджетный бренд, который легко найти, он легкодоступный. Я думаю, что все его знают. И сегодня я хочу свои фавориты расположить по рангу. От просто фаворитов до супертоповых фаворитов. Есть то, что я считаю, что вообще бест в своей категории в принципе. Это будет наше место 1 и место 2. Но начну я с нижних, так скажем, полочек и ярусов. И поэтому, собственно, я без макияжа. Точнее, брови предварительно сделала средством, которое будет позже. Так вот, первая моя рекомендация, она, наверное, не для всех, но она очень классная. И она очень экономичная, очень большого размера. Это вот такой вот клевый гель. Если у вас есть микротоки, либо другие какие-то приборы, которые требуют контактного геля, вы можете взять в Evelyn. У них классный есть гель алоэ и также не так давно вышел вкусный такой вот охлаждающий арбузный. Он офигительно пахнет. Он даже веселее все-таки, чем классические алоэ. Он также успокаивающий. На основе арбузного сока и пантенола и там есть центелла. И самое главное, там нет масел. И там нет моей ненавидимой касторки. Зато здесь есть глицерин. Соответственно, если вы работаете какими бы то ни было вот этими вот средствами, историями, это не нужно смывать. И, в принципе, он прикольный. Он вам пригодится просто для того, чтобы охладиться, если жарко и увлажнится, и после загара. Так что классная вещь. Хотя, в принципе, я люблю их и алоэ гель. Следующее, что мне очень-очень нравится. Ну, повторюсь, что про уход будет достаточно быстро. Это вышла вот такая вот кокосовая серия. И здесь есть приятная кокосовая пенка для умывания. Написано, что она три в одном и очищает, и увлажняет, и успокаивает раздражение. И она очень-очень даже. Также оба средства, и вот это тоже с значками cruelty free, и все вообще мимимишно. Приятный бонус какой. Вот эти вот очень удобные, вспенивающиеся сразу продукты с дозатором. Потому что они нужно размыливать. Мы очень часто торопимся, и на самом деле в идеале пенками нельзя умываться вот так вот, просто намазав гель. Нужно умываться уже самой пеной. Здесь у тебя получается автоматически. И безумно дорогую не хочется брать, потому что это будет как бы неэкономичное разорение. Здесь круто то, что это кокосовый паф. Это не СЛС, который пересушивает, а именно мягкое такое умывание. Так что это прям удивительная вещь. У кого пересушенная кожа вокруг глаз, у кого мелкие морщинки, рассмотрите также ультра такой плотненький питательный кокосовый крем для век. Особенно на холодный сезон. Такой он вот прям густой по текстуре, но он хорошо впитывается. Не борщите с ним. Так как я люблю кремы для век наносить еще и на шею. Это категорически мой вариант. Далее мои предпочтения будут как раз таки распределяться ровно в порядке нанесения макияжа. Так уж получилось. Я даже не читерю. Хотя возможно стала бы и потом перенарезала бы видео. Так вот, мне очень нравится относительно тонов масс-маркета. И капельный, который был раньше, тональный крем. И BB крем. И сейчас вышел Wonder Match. Вот такой вот. Но у меня случился нервный смешок. Почему? Потому что, к сожалению, марка не делает сильно загорелые оттенки. Либо у нас не продают сильно загорелые оттенки. Капельный, суперматовый вы у меня видели. BB крем вы у меня видели. Этот не видели. Соответственно, это вот супер красивая рассылка. Для бюджетного бренда это не так характерно. И не так характерно то, что оттенки есть потеплее, похолоднее. Но вот самый темный, да, я извиняюсь. Поэтому я сегодня немножко его миксану. Тональный также cruelty free. И, если присмотреться, это все светлые оттенки. Но у них у всех разный подтон. Желтоватые, персиковатые. Даже мне очень нравится, что есть сероватые немножко. Я, с вашего позволения, загарный продукт в него налью. Будет тогда попонятней. Но средство красивое, стойкое, матовое. Я его советую наносить именно спонжем. В небольшом количестве. Как обычно на увлажненное лицо. У него абсорбирующие свойства. Написано 24 часа сатиновый финиш. Он, правда, очень стойкий. Не скажу про 24 часа. Но он такой прикольный. Именно с гиалуронкой, пребиотиками, с защитой микробиома, термальной водой. Ну, в общем, все вот эти дела. Он у них один из именно топовых продуктов, которые премированы. Тоже, как раз-таки, большинство из оставшихся у меня продуктов будут из этой самой темы. Он удивительно фотогеничный на лице. Поэтому, боже, даже начинающему визажисту, которому конкретно отрабатывать, могу посоветовать. Оттенок ближе к моей цветовой температуре. Если вы знаете, что вы, как я, 15-й. Но, в общем-то, проверяйте. И следующий продукт. Это консилер от воспалений с чайным деревом. Как раз-таки, если у вас есть воспаление, как у меня вот здесь, вот можно наносить точечно. Я его не очень советую под глаза. Он прям пахнет чайным деревом. Он такой прям ядреный, антибактериальный. И советую его подержать на точке, куда вы его нанесли. Ну, мне... У меня пятый оттенок, друзья. Пятый оттенок. Он все равно нереально светлый для меня. Потому что косметика для белоснежек. Но до загара я пользовалась. Мне нравилось. Рекомендую. И учитывая то, что у меня есть еще два других за 2000 рублей антибактериальных консилера. И один, наверное, за полторы. Это мой любимый. Как не обидно. Или это хорошо? Следующее место. Это румяна в оттенке Pion 01. Или же Pioni. И они практически матовые. Легкий сатин. Но это очень нежный. Очень натуральный цвет. Безумно круто смотрится. Вот этот сатин дает прям легкое-легкое-легкое сияние. Эти румяна Pion. Я показывала в двух, наверное, трансляциях. Я не знаю вообще, сколько у меня было уже, наверное, в новогоднем каком-то макияже. Короче. Они очень хорошо наносятся. Насколько я помню, они с тальком. Но, тем не менее, очень многие люксовые румяна, которые лучше всего наносятся, они тоже именно с тальком. Поэтому здесь у меня претензий нет. То же самое я скажу про следующий продукт. И следующий. Потому что, ну, такова жизнь. Супербюджетных средств без талька. В принципе, примерно две штуки. Поэтому обратите на эти румяна внимание. Если вы не понимаете, какой цвет вам подойдет, какая вот цветовая температура. Теплая вы или холодная. Это прям вот такой цвет нежненький-нежненький. Светленький. Но он не на белой базе. И даже на смуглой коже хорошо смотрится. И когда я была очень белая зимой, он тоже классно смотрелся. Поэтому он супер универсальный. Внимание. Существуют еще всякие коралловые и так далее оттенки, которые именно с большим шиммером. Все-таки вот оттенок пион мой любимый. Далее бронзирующая пудра. И очень многие из вас спрашивают, какой-нибудь бронзер посоветовать, чтобы он был и достаточно доступный. И тоже много где продавался. И абсолютно не рыжий был. И не с частичками. И тут такой цвет между скульптором и бронзером. Он просто прекрасен. И что мне нравится здесь вообще совсем-совсем нет рыжего. Насколько я помню, это два цвета палетки существуют. Я имею ввиду именно оттенок пинг-беж. Который с розовым и таким холодненьким. И хайлайтером и бронзером. Но есть и прям такой рыженький. Единственное, что я придумала, это взять ватный диск и показать вам сводч на нем. То есть рыжего цвета, нет от слова совсем. На мне нет автозагара. То есть как бы натуральный загаровод. Цвет этого бронзера скульптора. Вот я постараюсь показать, если его будет сегодня видно на мне. И да, его сегодня даже на мне видно. Опять же, наверное, года три уже в новогодних видео у меня он используется. Он хорош как тени для растушевки, складки века. Хайлайтер. Наверное, все-таки больше тоже для светлой кожи. Но он достаточно деликатный. Вживую он смотрится в упаковке. Немного пугающе. То есть он какой-то как будто серый что ли. Но ты его наносишь даже на загорелую кожу. И все нормально. И обещанный еще один сухой продукт. Это пудра. Называется она транспарантная матирующая пудра. И она есть в таком беловатом цвете. Она будет полностью прозрачная. И она есть в цвете банана. Который мне очень нравится для легкого загара. Или ближе к светлому оттенку кожи. Но не прям белому. Для того, чтобы контуринг подчеркивать. Для того, чтобы делать бейкинг. И оттенок пич. Это мой цвет, когда я именно более загорела. Эта штука пошла с Ким Кардашьян. Когда есть легкий подтон. Это не темная, сразу говорю, пудра. То есть она не будет ядерно-бежевой. Она просто будет немножечко-немножечко тонировать. И не давать серый такой отцвет. Что безумно круто. Я ее использую для бейкинга. И для такого вот супер стойкого лайфхака. Абсолютно не все пудры обеспечивают хороший бейкинг. И эта прям хороша. Я ее очень люблю. И даже я за нее прям спорила, ругалась с Марком Каффманом. Потому что он мне говорит. Ага, значит Шарлотт Тилбери тебе за 2 или 3 тысячи рублей, значит, сушит и старит зону под глазами. А эта с Тальком нет. Но если я мамой клянусь, что так. Но если я правда вот весь новогодний сезон использовала эту. И мне ничего не состарило и не скукожило. А вот Шарлотту я использую с прессованного, правда, но тоже Талькову. И просто там бабка происходит через 7 дней использования. Потому что она какая-то очень, не знаю, пигментированная. Она какая-то очень другая. Короче, вот этот вот эффект бейкинга создает контраст. И прям железобетонную стойкость за фиксированность определенной зоны. Но также вы можете обыкновенным образом просто вот матировать, фиксировать. Да, она и для нормальной жизни хороша. Но если вы увлекаетесь инстаграмными макияжами, или вам плясать, не знаю, что делать. Спорт какой-то и какие-то показательные выступления нужно, чтобы держалось так, как будто это прибили к вашему лицу. Бейкинг прибивает. И для бейкинга, опять же, это просто моя большая-большая любовь. Почему-то я не могу остановиться. Так вот, пока я жду, двигаемся дальше. Здесь у меня в фаворитах дальше очень нежненькая помада для бровей. Я подкрасила, правда, брови уже немножко окрашиванием перманентным. И это будет в конце видео, вы увидите. Это просто вообще бомба, ракета, топ. Но вот такая вот помада тоже у меня достаточно любимая. И она хороша тем, что ей легко пользоваться. Из всех помад для бровей это стойкая. Она как раз-таки у них вот в серии, которая победоносная. Их как бы такие звездные топовые продукты. В данном случае у меня здесь не темные брови, не темный базовый цвет. Я взяла талповый такой оттенок. И здесь вполне устраивающая даже у меня кисть. Достаточно удобно пользоваться. Внимание, это не для тех людей, у кого супер насыщенный татуаж. И прям плоская, лысая часть. То есть бровка, да, просто набита. И волосков нет. Потому что он, этот продукт, как вы видите, достаточно такой дымчатый, нежненький, прозрачный чуть-чуть. Почему я и говорю, что ей очень легко пользоваться. Тем, у кого натуральные брови, кто хочет не супер ядерный эффект, это очень круто. Гель для бровей. И раньше у меня в супер фаворитах вообще из масс-маркета были вот эти гели. Но мне кажется, что тонированный сейчас, когда сменили упаковку, он крутой. Он классный. Можно пользоваться как помадой. Но он стал много набираться. Поэтому я не могу его включить в топ. Потому что вы будете каждый раз с него убирать излишек. Но тем не менее, хорош прозрачный гель. Опять же, с премией. Я его люблю, на самом деле, набирать своей щеткой. И сегодня им уже укладывала. Щетка небольшая влезает в упаковку. И так получается прям профессионально, что ли. И у него очень хорошая, сильная фиксация. Что мне нравится, он ощущается на бровях где-то примерно минуток 10. Потом проходит это ощущение. Потому что очень многие очень долго вы чувствуете на бровях. И это не круто. Либо очень слабо держат. Этот гель супер. Он клеит просто как воск. Прям рекомендую его. Просто один из лучших в принципе. Я не говорю про цену. Я не говорю там про упаковку. Он просто вообще очень-очень-очень. Далее. Карандаши. И сейчас вообще очень много стало вот этих тонких карандашей. Но здесь очень хорошая текстура. Она не жирная. При этом карандаш не слишком твердый, чтобы выбирать волоски. Или чтобы ломаться. Но не слишком жирный, чтобы был такой вот эффект нестойкий. Или же эффект блестящий. В общем-то. Мне нравится, что эти средства матовые. Я иногда беру что-то такое более дорогое в видео, да, намалю. И потом такая, блин, почему бровь блестит. Софт браун. Шикарнейший оттенок для блондинки или для светло-русых. У меня вот оттенок dark brown. Вот этот более теплый. В нем не особо красного подтона. Поэтому на цветовую кожу это прям будет супер. На загоревую кожу может быть чуть-чуть рыжинки хочется. Но я не знаю почему, но за этот год прям очень выросли бровные продукты у Эвелин. Я прям аплодирую. И да, в конце у нас будет еще одно средство для бровей. А пока два новых средства для ухода за губами. Итак, многие помнят максимайзер для губ, который был с цветом. Который был в тюбике таком тонком. И он тонировал губы в розовый. То есть давал эффект тинта. И под некоторые нюдовые помады это было супер не круто. Потому что это как бы давало грязный эффект. Это нужно было замазывать тоном. Сейчас вот такой вот более в текстуре масло модный. Вышел максимайзер. Между маслом и кремом. Существует у Sensai уход в формате практически крема для губ. Это очень похоже. Я уверена, что они им вдохновлялись. Поэтому это просто фактически люксовый продукт подрезали. Он такой вот с нежненьким просто цветом. Но ты в нем сидишь-сидишь. Он сначала не печет. А потом как разогреется. И будет эффект прям хорошего такого увеличения объема. И продолжая историю масла. Здесь уже наверное на клиник больше закос. Это такое масло блеск. С аргановым маслом. Хоть уход за губами я истерла. А теперь начинает ой-ой печь. Масло дает нереальный глянец. Не каждый блеск даст такой сырой красивый эффект. У него милашный такой розово-красный цвет. Если у люксовых в основном это более такой кукольный розовее цвет. Здесь с красненькой. Но смотрится очень натуральненько и естественно. Здесь масло манго в составе. Так что он классно ухаживает. Далее для губ могу порекомендовать помады с карандашом. Я считаю, что это топовый. Просто вариант в нюдовом цвете. Они сравнимы с люксовыми наборами помады карандаш. Это жидкая помада, которая хорошо застывает. Но у меня, к сожалению, сейчас позаканчивались. Но когда-то у меня были розовые. В новогоднем видео трехлетней давности. Двухлетней давности. Розово-натуральном цвете. И год назад. Также я использовала в инстаграме, наверное. Опять же в новогоднем образе. Нюдовую парочку. Универсальная, беспроигрышная история. Серьезно. Всегда знаю, что захочется еще какой-то интересный, прикольный цвет. Может быть в этот раз коричневый и куплю еще точно. Ну и давайте перейдем к нашим топ-4. На четвертом месте. Палетки теней. Именно настолько высоко. Опять же, с этой палеткой уже был макияж. С такими квадратиками были макияжи. Вот с таким форматом, с двумя, тоже у меня есть. С палеткой Мока и той, которая была перед ней. Не помню точно, как называлась. И в этом году вышла фиолетовая. У меня каждая из них была в двух экземплярах. И фиолетовая мне очень-очень сильно нравится. Потому что здесь и натуральные оттенки. То есть 4-5. А вот этот очень похож на цвет из Tom Ford и Charlotte Tilbury. Он просто офигительный. Посмотрите. Вы можете использовать отдельно, как такой вот вариант топового покрытия. Покрытия модный, такой сиреневый цвет с отливом. Вы можете отдельно делать натуральные макияжи. Здесь тоже все очень хорошо. Хороший растушевочный цвет. Потому что обычно фиолетовые палетки это какой-то досвидос. Плюс темный такой коричневый с холодным подтоном для затемнения. То есть хоть дневной, хоть коктейльный, хоть вечерний. Есть прикольный вот этот мятный хайлайтер, который называется Луна. Вот такой вот цвет Moon. Он тоже очень такой сейчас трендовый. И вы в какие-то интересные образы можете его использовать на растушевку. Там уже как хайлайтер, если это какой-то хэллоуин происходит. Короче, берешь одну палетку и очень много опций. И даже очень мне нравятся здесь кисти. Дуа фибра и такой бочонок. Бочонок достаточно мягкий, удобный. То есть давайте, наверное, начнем с того, что более натуральные буду делать вариант. База не нужна, друзья. Ну просто я вот беру палец и мажу, и все. Кстати, палетка называется Mystic Galaxy. Мне очень нравится, что они классно называются. Это Sun, Mercury и так далее. Сатурн, Юпитер, Марс, Луна, Комета, Венера, Нептун. Ну и в общем вы поняли. Беру цвет растушевки. Оформляю контур глаза. И начинаю вытушевывать на висок. И более светлым растушевочным цветом. Сейчас дотушую туда. И в общем-то, ну думаю вы видели, да, в люксе такой супер популярный цвет сейчас. Ну и в общем-то любые степени фиолетовости. Добавляйте развлекушечек. И классно то, что здесь есть фиолетовый матовый. Фиолетовый такой больше сатиновый, в орхидею, с синим блеском. Ну то есть всяко разно. Я все-таки легкий мейк буду делать. И наверное смоки я бы сделала для вас в инстаграме с этой палеткой. Я сделала межресничку за кадром. Я не хочу темнить. С меня смоки в инстаграме. С этой палеткой. Чтобы вы видели, что это возможно. Но мне кажется, что именно цветной такой нежный макияж тоже нужно показать. Имеет право на существование. И третье место это тушь в Риете. Она безумнейшая крутая. Вы у меня уже ее видели. У нее очень удобная щетка. Она супер продаваемая. Это вот такая вот тонкая щетка с силиконовыми щетинками. А на втором месте это лучший праймер для ресниц. Просто лучший. Он безумный. Соответственно мне придется показать сначала второе место. Потом третье место. Но что делать? Почему я его обожаю? Потому что он не дает ресницам депигментироваться. Вообще я ленивая женщина. У меня плохие ресницы. Но с этой комбинацией они, конечно, классные. Каким-то образом ты, значит, пользуешься, пользуешься. И выясняешь, что твои ресницы стали круче. Но если вы, в принципе, любите акцент и фокус на реснице. Вы не клеите никогда. Не наращиваете никогда. То это просто ваш продукт. Я ее очень советую. Из всего, что я пробовала. Из дорогих, дешевых, всех вообще праймеров для ресниц. Варьете вот этот вот. Он просто Best Top Unreal. И вообще у меня всегда их несколько. Да у меня даже шесть, наверное, их несколько штук. Я вот пока искала, что у меня есть дома. И не нашла эту самую помаду. Ну просто. А ресницы накрасила. Теперь думаю, надо все-таки еще, наверное, немножечко теней. Окей. Вообще очень натурально, конечно, у меня получилось. Но я все-таки за то, чтобы было более так натурально, похоже на люкс. И именно за качество, не за яркость. Это все-таки малосвязанные вещи. В общем, возвращаясь к нашей туши и к нашим птичкам. Если у вас не очень ресницы, я очень советую. Это комбо. Прям вот вам нужно купить обязательно вместе и то, и то и попробовать. И вы измените свое мнение. И вы подсадите на комбо, собственно. Если ваши ресницы классные, будут супер-пупер-пупер, мега-классные. И вы меня поблагодарите. Прям буду ожидать ваших отметок в сториз. Потому что знаю, что вам понравится. Отмечайте меня, обязательно выкладывайте. Вот. Такой вот макияж. Ну и первое место. Средство для бровей. И тададададам. Продукт номер один. Это красящий полуперманентный гель для бровей. Так как я вам уже сказала, что я впервые позагорала лицом. За долгие годы у меня практически выгорели брови. Еще и сросло ламинирование. Поэтому временно бровей нет. Но сейчас они будут. В общем, в корейских марках есть такие пленочные тинты. Это не пленочный. И появляются те, которые ты красишь и стираешь. Я сколько-то лет назад такие показывала на выставках. В общем-то, в качестве какого-то такого вдохновения. И надеялась на то, что их выпустят. Проблема была в том, что очень сложно было с цветом. Сложно было подобрать оттенок, который будет достаточно адекватным. А не будет рыжить. И аллилуйя, почему этот конкретный тинт на первом месте, он не становится оранжевым или красным на второй и третий день. Просто. Слегка подкрашивает волоски бровей. Но, насколько я помню, пушковые волосы, например, на руке особенно не красят. То есть вы можете использовать для полного подкрашивания брови. Это не пахнет химией. Это не оксидантный такой состав, именно как тинт. И действия хватит на несколько дней. Но зависит от того, будете ли вы пользоваться гидрофильмом, например, или другими маслами. Потому что первое же средство для снятия макияжа нафиг уберет весь эффект. Но после умывания цвет остается, если вам некогда ходить к бровисту. Если вы супер заморочены внешним видом, ночью даже. Я не знаю. Есть те, кто я хочу быть идеальным, всегда говорят. И вообще, как же я лягу спать без бровей. После снятия такой вот нежненький подкрашенный эффект. Дисклеймер. Дисклеймер. Если у вас светлая кожа, это будет намного ярче. Так как я, в общем-то, контрастная. Это позаметнее получается. И, собственно, дальше делайте, что хотите. Укладывайте гелем. Получается достаточно реалистичное окрашивание. И повторюсь, бонус в том, что цвет не будет меняться. Просто бледнее станет за пару дней. Всем спасибо, ребятки, что смотрели. Надеюсь, что была полезной для вас. Люблю вас. До встречи в следующих видео. И в комментариях с вас ваш любимый продукт от Evelyn. Неважно, вошел он в это видео или нет. Пока!